Привет, друзья! Дачный сезон уже закончен и появилось много свободного времени. И, конечно же, зима – это хорошее время, чтобы запастись различными бесплатными, в том числе, удобрениями для следующего сезона работ на огороде и в саду. И сегодня расскажу, зачем я запасаюсь яичной скорлупой и как я применяю ее в саду и огороде. За зиму я собираю просто огромное количество яичной скорлупы. Ни в коем случае ее не выбрасываю, а применяю с пользой для растений. Скорлупу можно брать от различных яиц, будь то куриные яйца, гусиные, утиные и даже страусиные. Все это пойдет на пользу для растений. Итак, зачем же я собираю эти яичные скорлупки? Значит, в первую очередь я собираю скорлупу, чтобы посадить рассаду, арбуза, дыни и огурцов. Эти культуры я высаживаю в теплицу. Ну, часть огурцов, конечно же, я высаживаю в открытый грунт, а те культуры, которые высаживаю в теплицу через рассаду, я выращиваю в яичной скорлупе. Значит, почему я так делаю и как это делается? Вот, например, есть у нас вот такие куриные яйца. Это маленькие, есть побольше. Вот, нужно аккуратненько разбить носик, да, вылить яйцо, либо выпить, если это деревенские яйца хорошие, полезные, да. И у нас получается практически целая скорлупка. Значит, емкость для рассады. Затем заполняете все это плодородным грунтом и высаживаете туда семечко огурца, либо дыни. И рассада там растет обычно неделю, может быть, две, и затем уже можно высаживать на постоянное место жительства. Чем же хорошо высаживать рассаду огурцов в тех же вот такие яичные скорлупки? А тем, что при пересадке не повреждается корневая система. Если огурцы, например, садить в емкости и неаккуратно их доставать затем, нарушить корневую систему, то рассада приживается очень плохо, болезненно. А в шкарлупках, вот в этих яичных, такой проблемы нет. Мы ее берем, затем вот с рассады, когда огурчик растет, немножко надламываем, чтобы не повреждить корешки, и высаживаем в почву. И все, огурчики быстро приживаются, шкарлупка затем корнями разрушается, и еще и служит дополнительным питанием для огурцов. Вот почему я выращиваю так рассаду. Но, конечно же, это не все. Не только для рассада я использую яичную скорлупу, но и с другими целями. Итак, второе применение яичной скорлупы – это внесение в почву для рассады, либо в грядки под овощные культуры. Дело в том, что яичная скорлупа в основном состоит из мела. А как известно, мел наравне с известью, доломитовой мукой или древесной золой хорошо раскисляет почву. Конечно же, яичной скорлупы нужно собрать очень много, чтобы добиться положительного эффекта раскисления. Как известно, на кислых почвах нужно вносить около килограмма той же извести на метр квадратный, чтобы было хорошее раскисление. Конечно же, скорлупы яичной так много невозможно собрать. Но все же, если у вас небольшие огороды, у вас есть обилие этой скорлупы, зачем же ее выбрасывать? Но просто так ее применять в огороде нецелесообразно. Если вы просто раздробили руками скорлупку, посыпали по почве, то положительного эффекта вы так быстро не дождетесь. Скорлупа очень твердая и может в почве разлагаться несколько лет. И раскисление будет происходить очень-очень медленно. Гораздо лучше такую скорлупу перед применением перемолоть. Взять обычную кофемолку, хорошенько измолоть, прям в пыль такую, и внести в почву. В этом случае раскисление пойдет гораздо быстрее. Если яичной скорлупы у вас не слишком много, нет такого обилия, чтобы прям на весь огород хватило, конечно же придется использовать различные известковые удобрения. Как я и говорил, доломитовую муку, известь, мел, либо древесную золу. От таких удобрений никак отказываться невозможно. Они все же нужны для хорошего урожая. Особенно кислотность почвы важна для капусты. Капуста любит нейтральная почва. Она кислая, она растет очень плохо и часто поражается капустной киллой. И опять же, поможет яичная скорлупа. В этом случае ее понадобится совсем немного. Например, в лунку для посадки одного корня капусты понадобится 1-2 столовых ложки молотой яичной скорлупы. И при посадочке, когда вы высаживаете капусту, добавляйте по несколько ложек яичной скорлупы молотой. И капуста будет намного лучше развиваться. Но, конечно же, лучший, оптимальный способ применения яичной скорлупы – это приготовить ацета кальция. Что это такое? Значит, например, у нас есть какие-то скорлупки от яиц, да, и пустая банка. Вот может быть такая маленькая баночка, может быть большая баночка и даже какая-то бочка, если у вас скорлупы очень-очень много. Набрасываем эти скорлупки сюда в банку, руками их немножко переминаем, да, и затем берем 9-процентный уксус и заливаем эту скорлупу в банку. Вот, хотя бы несколько суток она должна постоять, чтобы там раствориться в этом уксусе, да, и получается ацетат кальция. Значит, как его можно применять? Берем один стакан ацетата кальция, уже готово, и на 10 литров воды растворяем все это. И вот таким раствором можно проливать различные культуры, которые испытывают дефицит кальция. И в первую очередь речь идет о томатах. Когда на томатах проявляется вершинная гниль, наверняка вы сталкивались с такой проблемой, когда внизу плода появляется темное пятно. И вот с такой проблемой может помочь данная подкормка. Значит, примерно под каждый кустик по одному литру раствора уже готово. Выливаем, и томаты перестают болеть. Они снабжаются необходимым кальцием. В принципе, такую подкормку можно делать не только, когда заболевание уже проявилось, а профилактически. То есть, когда уже помидоры затветают, начинают формировать плоды, подкармливайте их вот таким раствором. И у вас не будет проблемы с вершинной гнилью. Кстати, не только против вершинки можно применять данную подкормку. Если вы заметили, то иногда в садах бывает проблема, что вишни не завязываются. Вроде она и завязалась после цветения, да, а потом резко плоды все желтеют и осыпаются. Та же самая картина наблюдается и у сливы, и у черешни осыпания плодов. И вот, опять же, основная причина – это нехватка кальция. Для устранения вы можете использовать ацетат кальция. Здесь норму можете немножко увеличить. Взять два стакана ацетата кальция, то есть, да, вот этого настоя на скорлупе, и на 10 литров воды. И под дерево вылить. Если деревце небольшое, хватит одного ведерка 10-литрового раствора, а если дерево уже такое взрослое, то 3-4 ведра. Выливаем весной до цветения, проливаем всю, всю почву по периметру кроны, да, и дерево получает необходимый кальций и начинает завязывать активно плоды. Они не осыпаются. То же самое, кстати, можно делать и с плодовыми деревьями. У плодовых деревьев, особенно у яблони, бывает проблема – горькая ямчатость. Когда на яблоках в период созревания появляются такие вмятины темного цвета, это и есть горькая ямчатость. И такие плоды потом очень плохо хранятся. И опять же, это все от недостатка кальция. Поэтому спокойно проливайте таким раствором яблони, так же, как и косточковой культуры весной. Многие отходы, которые принято обычно у нас выкидывать, это и остатки хлеба, и картон, бумага, и луковая шелуха, на самом деле могут пойти на пользу для огорода. Поэтому старайтесь не выбрасывать отходы. Лучше их собирайте, используйте для приготовления различных подкормок. Либо в компост добавляйте, вносите прямо в грядки. Но ни в коем случае никакую органику с огорода, из дома не выбрасывайте. Все это пойдет на пользу для огорода. Потому что все, что мы забрали из почвы, должны в эту почву вернуть для сохранения ее плодородия. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok